Здарова, друзья! Сегодня мы посмотрим вместе с вами новый ролик в 1-2. Короче говоря, живу в машине. Поехали! Короче говоря, живу в машине. Это был обычный день. В принципе, возможно, если она большая. Ну, как знаешь, прямо показываются здесь вот траки такие, или как это называется, трейлеры, домик, да, на колесах, там у тебя прям туалет, маленькая кухня, диван. Все равно места маловато. Нет, этого не делал. Вернулся в квартиру и принялся их разбирать. Тут была целая стопка. Первое письмо от тети. Она рассказывала, что у нее родился сын. Ммм, ясненько. Следующее письмо тоже было. Да, естественно, сейчас же все до сих пор вот такие вот письма бумажные присылают. Никто же не пишет там где-нибудь в телегу или в ватсап. Да, вот те самые, да, еще голубиной почты все пользуются. От тети. Оказывается, сын уже пошел в школу. И третье письмо от нее же. Сын закончил университет и женился. Да, давно я не проверял почту. Среди этой кучи писем было одно, которое заставило меня нервничать. Оно было от невролога. Он сообщал, что с нервной системой у меня все в порядке. Я перестал нервничать. А последнее письмо от управляющей компании моего дома. В нем говорилось, что за многочисленные долги через месяц меня выселяют. Вот это новость. И что мне делать? Посмотрел, когда прислали письмо. Месяц назад. Четко. И вот я стою на улице с чемоданом вещей. Куда идти? Где жить? В машину, да? Что же, выхода не было. Но был вход на парковку. Придется пока пожить в машине. Я посадил чемодан в машину, а я сам залез в багажник. Тьфу ты, наоборот. Перевернул чемодан и сел в багажник. Было скучно. А ведь прошло всего 14 секунд. В принципе, здесь почти все так же, как было в моей квартире. Вот кровать, вот телевизор, а вот туалет. Согласен, телевизор маловат. А в бардачке... Слушай, ну туалет это можно если по маленькому. А если по большому? Бутылка уже не получится. А куда получится? Коробок. Какой? Спичечный? Не коробок, нужно без коробища. Каждый по-разному свои дела делает вообще. Кому коробочек, коробка хватает, кому коробища. Много ватт. Но в остальном жить можно. Но не нужно. Стал искать варианты жилья за 3 тысячи в месяц. Нашел какую-то кладовку. Не, в машине лучше. Может съездить куда-нибудь? Все-таки дом на колесах. Выехал с парковки. Поел морковки. Причесал бровки. В принципе, здесь в машине это как батарейка. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Я могу жить... После такой праздник, нужно говорить, ауф, жить как батарейка. Ох, как сказал. Есть свои плюсы и минусы. И мне звучит фокус. Амар Хайям, знаешь фокус. Да, не цитаты, разбирайте. В самых разных районах города. Можно не спешить и стоять в пробках хоть до ночи. Я же и так дома. И самое главное, что нет надоедливых соседей. А теперь к минусам. Минус тысячи рублей на бензин. Надо ездить поменьше. Не, боюсь не сидеть, просто так стоять где-нибудь, это нормально. Ну да. А ты если парковка бесплатная? Поехал на природу к озеру и живи возле у тебя. Если парковка бесплатная. Ну как? Встал на парковку и включил подогрев. Подогрелся сам. Разогрел еду. Покушал. И никого не слушал. Надо звать гостей на новоселье. Будет нам тогда веселье. Вскоре приехала куча народа в лице Сереги. Я сказал ему чувствовать себя как дома. И дал тапочки. Он сказал, что у меня тут как-то тухло. Я включил музыку. Теперь здесь было как-то тухло и громко. Серега предложил лучше поехать ко мне. Я сказал, что он и так уже у меня. Ведь мой дом теперь здесь. Он пожалел меня и сказал, что я во всем могу положиться на него. Я спросил, могу ли я пока пожить у него в квартире. Но он куда-то пропал. Понятно. Я пошел обустраивать свой дом для совместной жизни. Что ж, ладно, съезжу пока еще где-нибудь перекушу. Но тут написала девушка, которая давно мне нравилась. Она предлагала прогуляться сегодня ближе к вечеру. Офигеть. Невероятно. Можно прокататься. В высшей степени бесподобно. Я отложил словарь синонимов. Написал девушке, что заеду за ней через час. Мне нужно подготовиться. Я помылся. Побрелся. Надел свой самый лучший и единственный костюм. Кроме брюк. Их нет. Надухарился. В машине стоял сильный запах духов. Замонился. Главное, чтобы она не догадалась, что я бездомная и живу в машине. Поехал к девушке. Она придет с минуты на минуту. Но она пришла с секунды на секунду. Я улыбнулся ей. Сходу заявил, что это не мой дом. Она не поняла. Это максимально бесподобно. Я здесь не живу. Давай приходишь. Мама, я не виноват. Меня подставили. С родственского собрания. Меня из дома не высели. Я не вонж. Я живу. Запомни. Запомни. Не мой дом. Она поняла. Вроде бы. Мы поехали. Я рассказывал ей веселые истории. Но она явно была не заинтересована. Вскоре девушка проснулась и предложила прогуляться по парку. Я глянул вниз. Тут были ноги в шортах. Я сказал, что не вариант. Просто я болею. За локомотив. А там рядом с парком проходит матч ЦСКА и Зенита. Она понимает, что уже уснула. Блин, нужно придумать, как ее развлечь. Достал твистер. Располстал его на задних сиденьях. Предложил девушке сыграть. Она сказала, что лучше играть в твистер у меня дома. Я закашлялся. Напомнил ей, что болею. У меня геморрой. А домой как мне сейчас нельзя. Там ближайшие несколько дней травят тараканов. Она рассмеялась и через несколько секунд опять уснула. Да здесь что, гостиница что ли? Я разбудил ее и сказал, что спать лучше в другом месте. И тут она призналась, что ее сегодня выселили из дома. И она намеялась пожить у меня дома. Та же ситуация. На душе стало так легко, что я тут же решил признаться ей в ответ. На самом деле же в машине. Она сейчас такая... Она меня бросила. Не, знаешь, она так переменилась. Все, агивает, просто молча, берет и выходит из машины. То есть, что меня тоже сегодня выселили. Ну ты неудачник. Да, да, понятно. Понятно. Я живу в Мерседесе. Бедный я, бедный. Бедный, бедный. Винняга. По старой памяти зашел в подъезд. Как здесь все-таки классно. Вот бы вернулся жить в квартиру. Подошел к своему бывшему почтовому ящику. Погладил его. И тут заметил, что внутри лежало еще одно письмо. Я кое-как выудил его из щели. Это было письмо от сына моей тети. Я вернулся в машину, распаковал его и стал читать. И что он сказал? Оказалось, что сегодня ему исполняется 40 лет. Он приглашает меня в гости на свой юбилей. О, и 40. Успели познакомиться поближе. Предложил в ближайший месяцок пожить у него. Что это такое? У меня сегодня юбилей. Хочу познакомиться с тобой поближе. Дядя, я не хочу познакомиться с тобой поближе. Слушай, это звучит как мальчик-экскорт. Честно говоря. Точно все нормально и законно. Живу в машине. Слушай, меня дядя в конце смутил. Мне кажется, у меня здесь другие планы. Ты знаешь, очень странно звучало. Тоже, типа, слушай, я приглашаю себя на мой юбилей 40 лет. Но перед этим давай хорошо познакомимся. Поживи у меня вместе. То есть, юбилей есть уже сейчас. А потом поживи после этого. Хочу познакомиться с тобой поближе. Уже заранее через... Слушай, подозрительный дядя, на самом деле. А вообще, такая машина, что можно было и продать, и купить... Я была в машине. Но, правда, не в Москве. Можно было продать... Ну, снимать можно было жилье. Слушай, ну, можно было продать машину. Купить машину даже попроще, мне кажется. Да. Какую-нибудь. И еще и квартиру, да. Так что, хороший план, на самом деле. Такое тоже может быть. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо, отец, просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Хм, сложный выбор.